Мы два с половиной года жили в Америке, где существует, безусловно, бытовой национализм, но он категорически, законодательно запрещен в общенациональном американском сознании. То есть ни один человек не может произнести слово «черный нигер». Это уголовно наказуемо или административно, по крайней мере. Когда мы говорим сегодня о национализме, мы сразу же подразумеваем русский национализм. Но на секундочку представьте себе башкирский национализм, якутский национализм, татарский национализм. Что будет в стране? Это будет такое рубилово и месилово на территории, где веками формировалось огромное количество разных народов. И у этих народов все-таки существует некое потаенное глубоко недовольство землей, владением землей, управлением этой частью территории. Я, бывая, скажем, в Якутии или в Башкирии, нередко слышу от людей, не официальных, конечно, представителей власти, а от простых людей. Вот нашу нефть качают в Москву, наши алмазы увозят в Москву и так далее. И если мы сегодня, допустим, русский национализм, в ответ в шквал моря, гигантское цунами возникнет национализмом с самых разных окраин территории России. Это страшно. Люди, которые живут там себе в своих деревнях, в своих домиках каких-то, в своих квартирах, в своих городках, кварталах, они даже не имеют представления, что такое Россия. Мы же ботаемся в течение месяца от Владивостока до Калининграда. Вчера ребята прилетели из Новосибирска, завтра они будут в Санкт-Петербурге. И мы видим эту страну, ее необыкновенную многонациональность. И очень остро воспринимается любой национализм любым народом, который почему-то убежден, что вот эта территория, исконно принадлежащая ему, должна принадлежать только этому народу. Мы же не понимаем, что Россия это страна мигрантов. Все мигрируют бесконечно, а в советское время вообще никто не сидел на одном месте. Когда по комсомольским путевкам срывались миллионы на Целину или там поднимать Тайгу. И это их земля, они там живут, они ее обиходили. И в то же время там есть местные, которые там, допустим, все эти нанайцы, ненцы и так далее, ну все представители самодейской группы народов, которые на севере живут две тысячи лет. А они-то втайне тоже говорят, почему наш газ качают, а мы не, нам оленей негде пасти, потому что ягерь не успевает расти, потому что трубами перекрыли пути кочевания. То есть, живя в Москве, большинство людей не понимают суть этих проблем. И поэтому легко говорят, мы русские или там мы узбекские, мы казахские, мы татарские, мы башкирские. На самом деле, вот для меня, хорошим примером является Белоруссия, Казахстан, где эта проблема так трагично не стоит. И по крайней мере, особенно в Казахстане, это является важнейшей задачей для президента Казахстана, чтобы не возник там казахский национализм. И это очень важно для нашей страны сейчас. Когда мы говорим об опасности развала, то, на мой взгляд, скорее всего, это может произойти изнутри, а не за внешних войн. Когда мы начнем будировать эту тему национализма многонационального русского государства. И каждый в истории России найдет свои аргументы, почему он должен здесь жить, почему остальные должны отсюда уйти, почему он должен кормиться на этой земле. И потом, главным оружием, главным, позже, естественно, главным оружием будет дубина. И хорошо это все.